Привет, друзья! Ну вот, доделываю эту картину, которая у меня «Размечтался» называется, но уже, наверное, ну долго, года два, наверное, доделываю, доделываю, переделываю. Хочу сказать афоризм. Единственное, во что верю, это природный гений человека в разум и в труд. В труд осмысленный, мотивированный, свободный, потому что бессмысленный труд, тупой, механический, превращает природу человека, разрушает природу человека. Она, естественно, природа человека вызывает инстинкты выживания обезьяны и превращает этот бессмысленный, тупой, механический труд, принудительный, поэтому получается для человека, превращает, расчеловечивает, превращает в обезьяну. Поэтому, когда говорят, что труд сделал из человека, нет, из обезьяны человека, имеется в виду, нужно понимать свободный труд. А свободный труд – это тот, который творческий, тот, который человеку соответствует его генетике, его природным дарованиям, талантам и способностям, которые, когда он этим занимается, он расцветает, как цветок, и становится здоровым, счастливым, потому что в этом он находит свой смысл жизни. А теперь интересная штука. Ну, вот смотрю по интернету, разные там советы по здоровью, там какие-то волновые терапии, какие-то там еще турбулентные, какие-то там вихревые токи, там, там, что-то такое. Короче говоря, 20 лет назад был у меня в центре курс, который проводил мой друг по здоровью. Ну, попросил меня, чтобы в моем помещении, там, группу какую-то обучать. Чему он обучал? Ну, они ставили на какую-то пластину резонансной терапии. Называлось все это обучение здоровью, культуре здоровья. Вообще, вообще супер. И он вообще такой известный человек. Он такой, который всех обучает культуре здоровья. Ну, вот, теперь, значит, как-то мы с ним попали в ситуацию, когда у кого-то было день рождения. Я там, помню, во дворе ходил, там, у этого дома. А я, честно говоря, тогда пил. И, видимо, у меня было высокое давление. Очень высокое давление. И я вот хожу там, во дворе, а там сейчас должны тосты произносить в честь именинника. А у меня такой страх, такое давление, такое жуткое, жуткое. Я, значит, к нему подошел потихоньку и говорю, слушай, такой страх у меня. А что такое у тебя? Я говорю, слушай, у меня давление, наверное, поднялось. Ты, говорю, походи со мной, вот, пять минут буквально, отвлеки меня, чтобы у меня давление восстановилось. А он сразу куда-то побежал, я остался один, я не знаю, куда он делся, оказывается. Потом он пробегает, я, говорит, пока не нашел, но я сейчас найду. Я говорю, слушай, Петя, а что ты ищешь? Таблетки тебе ищу от давления. О-о-о-о, короче, один на один я остался. Вот когда достигнет вас беда, всегда один на один остаешься. Выхода не было. У меня страх, у меня давление, у меня состояние паники. Собрал всю свою волю, сколько можно. Знаю, что я могу. И перенаправил, я нашел образ, который мне помог отвлечься и успокоиться. Я как-то пришел в себя. И когда он мне прибежал, принес лекарство, там коробочку, у кого-то нашел на день рождения, я говорю, слушай, Петя, ты меня извини, мне уже не нужно. С тех пор я вот этим волновикам, вот этим, те, которые ведут курсы, которые там вот эти вихревые токи, резонансные терапии, которые учат других, я научитесь сами управлять своим состоянием. Конечно, я грешен был. Я тогда выпил очень много, а до этого много дней не спал. Но теперь-то я не пью, и поэтому я легко регулирую свое давление. И учу этому других. Вот как интересно. Вся аптека внутри нас, самое главное, голова у человека.